Сейчас что-то будет активное. Максим Багаев сегодня принёс какие-то ультрасовременные скакалки. Максим, здравствуйте. Доброе утро. О спорте мы тут что-то решили поговорить с вами, Максим. И скакалка с дисплеем. Слушайте, ну самоизоляция потихонечку, как бы потихонечку заканчивается, появилась возможность заниматься спортом, и, соответственно, как бы все нормальные люди поделились на две части. Первая часть говорит, что заниматься спортом гаджеты никакие не нужны. Вторая часть говорит, что мы вообще ничем не можем заниматься без гаджетов. И мы решили рассказать, зачем, собственно говоря, требуются гаджеты, зачем требуется программное обеспечение, зачем нужны снаряды, и, собственно говоря, как заняться фитнесом, то есть как заставить себя начать готовиться к летнему сезону. Катя, ты готовишься к летнему сезону? Я перманентно в режиме подготовки к летнему сезону. Умная скакалка такая. Так вот, то есть я хотел рассказать, что любая подготовка, ну, себя к сезону, то есть начало занятий спортом, опирается на три вещи. То есть первое, нам необходимо выбрать то, хотим мы бегать, хотим мы худеть, хотим мы начать как бы поддерживать себя просто, как бы просто в некой хорошей... Ну да, да, да. Да, да. И пошла, да? Да, да. До конца студии. Второй момент. То есть нам необходимо иметь некую внешнюю совесть, то есть нам необходима контроль. То есть и контроль за этим, то есть как мы будем двигаться к нашей цели, то есть осуществляется при помощи программного обеспечения. То есть нам необходимо поставить какие-то программы на свой телефон, на свой компьютер и так далее. Ну, а еще лучше, если мы начнем этими результатами с друзьями соревноваться, то есть объединяться с ними и так далее. Стимулировать друг друга. Стимулировать друг друга, да, чтобы внешняя совесть была не только на телефоне, чтобы она была как бы, то есть среди наших друзей. И третий момент. То есть так как все мы городские жители, ну, я понимаю, то есть вы-то как бы вы спортсмены, как бы, то есть обычные люди, то есть они все время, то есть у них любимая история про то, как они там раз в пять лет, наконец, пришли в тренажерный зал и что они на следующий день почувствовали. То есть и они вот описывают вот эти ужасы Асвенсима, то есть там, о-о-о, а-а-а. Так вот, требуется, требуется не перетренироваться. То есть требуется некий контроль за тем, чтобы у тебя твои редкие потуги, то есть нерегулярные спортивные, то есть не привели тебя к, ну, к серьезным каким-то травмам. То есть теперь за не навреди у нас отвечают тоже гаджеты. Да, так вот, специально для того, чтобы у нас было не навреди, то есть я сегодня принес два браслета, то есть для Антона и для Кати, то есть которые, как бы, которые позволяют определить пульс. Кать, посмотри, пожалуйста. Давайте, Максим, вот сюда. Посмотри, у меня сейчас... Давайте, Максим, вот сюда лицом камерам, вот между Катей и мной. Да. Ну или где-нибудь здесь. Слушай, ну у меня, короче, у меня все-таки... Я все-таки низковат для этой, короче, как бы, для этой скакалки, да? Нет, все хорошо. Главное, чтобы наш светильник не был доступен скакалки. Все мы видим, что мой пульс поднимается. То есть вот сейчас, в настоящий момент, у нас от 90 ударов... У вас есть сердце, Максим. Да, да, хорошо. А куда нажать, чтобы пульс пошел? А, там лежит. Сколько у тебя пульс? Ну, 63, я думаю. У меня сердечко пульс просто, и все, пока. А, ну все. Все, у меня поднялся до 112. Сколько у меня пульс? 121. Потерпи, потерпи, надо подождать. Сейчас измерение. А мне тоже можно? Конечно, просто необходимый режим. Ну вот сердечко идет, а пульс не появляется, и все. Ай-яй-яй. Слушай, я его активировал, как бы, прям... 106, 106. 106. Ну что, попробуем где-нибудь до 170 поднять. Так, давай, уходи. О, нет, я лучше отойду в сторону. Поехали. Так, сейчас, у меня... Кать, надо прыгать. Мне длинновато. Кать, у меня был вариант просто, чтобы ты представляла. Вместо скакалки у меня был еще вариант бёрки. О, нет, спасибо. Кать, можно побыстрее прыгать? Быстрее прыгать. Она у меня длинновато, видишь, я спинаюсь. У меня то же самое, это же самое. У вас она закрутилась, Кать. Да, она закрутилась. Вы держите неверно. А как держать ее правильно? Да, она же умнее. За ручки. За ручки. Нет, ручки. Я за ручки держу, но она же перекручивается, значит, неправильно держу. Слушай, у меня 127, у меня не поднимается на этих. А у меня? Ну-ка, скажи мне техника. 100. Нет. 16. Давай я распутаю. Я уже распутала. Так, 116. 106 так же. 106. Давай еще попробуй. Что в лоб, что по лбу мне. Давай еще попробуй. Давай еще попробуй. Нам надо, чтобы 200 было. Нет, не надо 200. 200 не надо. Не надо 200. Нет, 200 меня потом не откачаете. А потом новости сам будешь читать со моей сбитой дыхалкой. Так. Ай, ну что это такое? Попробуй разволноваться. Ты не можешь попрыгать на скакалке. Это позор на весь город. Давай, разволнуйся. Ну нет, что-нибудь ты мне расскажи волнительно. Скажи карантин до сентября. Карантин до сентября 2021 года. А, сейчас. Я постарею. 2021. Вы меня когда остановите вообще? Нет? Ну давай, проверяй. Ну-ка. Подойди к нам поближе. Ой, что-то я сломала. Так, не нажимай лишнего. Так. Измерение идет. Я волновалась, как могла. Ждем. И вот сейчас. Опять 100 шагов нет. Там секунд 10 должно пройти, чтобы он измерил. Бьется. Бьется в сердце. Запускайте ваш летний сезон. Я готова. Слушай, у меня уже все, короче. У меня уже снизилось. У меня уже 100 пульс. Да? А у меня так и есть 106. Ну что ты такое? Я не робот же. 107. Отлично. Все, что я на 105. А почему на меня не действует скакалка? Мне кажется, мне кажется, что ты просто очень спортивный как бы человек. То есть у тебя как бы по этой... Я догадывалась. Да. Предполагала. Если вы вообще хотите заниматься спортом, то есть предварительно есть специальные такие тесты на беговой дорожке. То есть можно прийти в больницу и пройти, то есть оно называется трамбл тест. То есть, соответственно, он поднимает скорость все время движения, как бы движения, движения самой по себе беговой дорожки. То есть вместо медленного шага мы начинаем идти быстро, потом начинаем бежать, потом бежать со всех сил. И в этот момент считывается, то есть, ну, наш... Как меняются параметры. Да, да, да. То есть потом, как бы, потом до того момента, как мы достигаем, примерно, 170-180, в зависимости от возраста, от наших физических кондиций, то есть есть у врачей как бы ограничения. По-настоящему вот эти все формулы, там, типа 220 минус возраст, они не работают. То есть необходимо, если вы начинаете заниматься серьезно, то необходимо, то есть сходить к врачу, то есть и, собственно говоря, пройти там либо трамбл тест, либо как бы, либо необходимо просто вообще посоветоваться, то есть оценить свое состояние. Дальше. То есть они измеряют, насколько быстро вы возвращаетесь в нормальное состояние. То есть у вас пульс поднялся, остановились, как бы, вернулся. Вот. То есть это то, что нужно сделать еще до, как бы, до того, как вы начали заниматься, как бы, спортом. Дальше, да, то есть вы покупаете гаджеты, которые позволяют... Хорошо, Mi Band это самый простой способ, но самый неточный. Вот я вам просто скажу, то есть по-короче, по пульсу. То есть есть пульсометры, которые, как бы, крепятся на грудь, есть специальные спортивные часы, стоимостью от 20 тысяч рублей, то есть до 40. О, 118 у меня сразу, как только про цены пошла речь, у меня сразу 118. 119 пульс. Отлично. Все, боже, все работает. Вы мне Берзе 3 тысячи купи, да и будьте сейчас. Слушай, полторы он стоит вообще. Полторы уже? Да, конечно. Кошмар. Что касается, как бы, что касается дальнейшего, то есть какие программы, то есть я рекомендую использовать для, как бы, для контроля за своей, там, физической активностью. То есть есть программы такие, как, ну, я ссылки, как обычно, то есть приложу, то есть это Runkeeper и Strava. То есть это если вы собираетесь бегать, то есть Strava... Или на велике кататься. Да, Strava показывает, во-первых, то есть сколько, как бы, ну, то есть оно показывает, насколько быстро ты сам пробегал данный маршрут, то есть какое ты место здесь занимаешься среди своих пробежей. Личную частку. Да, и плюс к тому, то есть она показывает то, сколько, как бы, сколько людей вообще пробегали по этой, то есть ты можешь соревноваться виртуально, то есть даже без друзей, короче, да, классная штука. Можно даже включить режим спутник и посмотреть, где в Красноярске ты ехал или бежал, по каким дорогам, улицам. Вот, например, здесь еще четвертого моста нет, он еще здесь строится, если ты едешь на велике по нему, то ты едешь по воде. Удиви приложение, так называется? Да. А потом по Николаевке, по домам. А потом тебе приходит смс, как бы, со здоровьем, все нормально-то у вас. Вот, то есть вот мой совет, следующий шаг, то есть поставьте приложение, которое либо выбрать для вас цикл, как бы, ну, то есть тренировочный курс, либо второй вариант позволит вам соревноваться с друзьями и отслеживать свою собственную активность. Я в Ранкипере пробежал уже 5,5 тысяч километров. 5,5 тысяч километров человек пробежал, а ты на скакалке пропрыгать не могла, Катя. Не могла. Слушай, ну я просто этим, я бегаю там уже 6 лет, поэтому мой совет, то есть выберите свое приложение, то есть и вам просто будет интересно год за годом, то есть смотреть вообще, что с ним происходит, то есть что происходит с вашей формой. Поэтому совет очень простой. Все, изоляция закончилась, то есть спортом надо заниматься. То есть это реально, то есть у нас, если раньше, как бы, можно было халявить, сказать, что все равно там мы еще долго... Да, была отмазка. Сейчас она закончилась, поэтому как бы спортом начинаем заниматься всем. Сходите к врачам, возьмите гаджет, поставьте программу, то есть и, блин, скажите друзьям, что там, что с завтрашнего дня вы бросаете курить и начинаете заниматься спортом. То есть вот именно комплексное, когда вы... То есть бросаете друзей. Под всем, под всем, под всем, используя все-все-все варианты, то есть вы в конце концов начинаете двигаться к здоровью. Подробная инструкция, которая приводит вас к здоровью специально для вас от Максима Багаева сегодня. Спасибо большое. Мы сейчас всю рекламную паузу тоже будем прыгать, посмотрим. Антон-то прыгать на скакалочку имеет, вообще нет? Интересный вопрос.